Уважаемые дамы и господа, рад вас приветствовать на нашей панельной дискуссии. Меня зовут Антон Кульбачевский, я руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Наша дискуссия сегодня пойдет на тему сохранить и приумножить экологическую доминанту устойчивого развития. В настоящее время во всем мире происходит эволюция целей городского развития, меняется стратегия развития городов. И сегодня на первое место выходит экологическая доминанта с учетом тренда устойчивости развития городов. Москва и крупнейшие мегаполисы мира демонстрируют приверженность целям устойчивого развития. Сегодня мы обсудим реализуемые на уровне ведущих стран экологические стратегии мегаполисов и применяемые в рамках их реализации инструменты, меры и механизмы, а также технологии, обеспечивающие повышение качества окружающей среды, реализуемые сценарии изменения экологической ситуации городов. Также я хочу представить своего со-модератора. Это Ирина Николаевна Ильина, профессор, доктор экономических наук, директор Института региональных исследований и городского планирования Высшей школы экономики. Представляю ей слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада приветствовать вас на нашем знаменательном форуме. И самое главное, мы сегодня будем обсуждать очень важную проблему, которая называется сохранить и приумножить экологическое доминантоустойчивое развитие. На самом деле, в 21 веке весь мир сейчас озадачен тем, как сохранить экологически стабильное состояние окружающей среды. На недавнем форуме, который проходил в Кито в октябре прошлого года, активно обсуждалась проблема развития городов в 21 веке. И было выдвинуто пять основных принципов, которые формулируют цели городского развития на столь длительную перспективу. И если вы посмотрите на все эти пять приоритетов, которые обозначены в мировом масштабе, то вы увидите, что абсолютно каждый приоритет имеет экологическую составляющую. Первый принцип – это трансформация методов планирования и проектирования городов с акцентом на принципы устойчивого развития и на экологическую безопасность. Следующий принцип – это развитие экологической функции городов, потому что города – это большое место сосредоточения людей, и очень важно обеспечить комфортность проживания среди факторов, которые важное место занимает именно экологическая составляющая. Следующая доминанта, которая была обозначена в Кито, это вовлечение граждан в процесс проектирования городов, в процесс развития городов, в процесс управления городами. И мы знаем, что наши граждане очень активно вовлечены именно в формирование общественных пространств с акцентом на доминирование охраны окружающей среды. Следующий принцип, который был отмечен в Кито – это ресурсы и энергоэффективность. И действительно, города, которые сейчас сосредотачивают большую часть населения, они являются очень активными потребителями ресурсов и энергии. И очень важная задача, которая стоит перед нынешними городами – это экономия столь важных природных ресурсов. И завершающий принцип, который получил огласку на этом форуме в Кито – это, собственно, защита и сохранение экосистем. И мне очень приятно, что сегодня на нашем форуме собрались гости, которые могут рассказать об основных проблемах, которыми сталкивается человечество при формировании экологических доминант устойчивого развития. Спасибо большое, Ирина Николаевна, за слово. Наверное, все климатические тренды сегодня понятны. Лето этого года показало, что у нас на самом деле меняется климат, и москвичи этого очу убедились в этом ураганные ливни, скажем так, в Берлине наводнения, в Португалии лесные пожары. Это говорит четко о том, что нам, конечно, надо эту проблему решать, что же нам нужно сделать для снижения экологических, экономических издержек в обеспечении устойчивого развития городов. На этот вопрос я бы хотел попросить ответить нашего уважаемого гостя, лауреата Нобелевской премии мира, Рикардо Валентине. Рикардо Валентине, вам слово, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Мне понадобится... Сейчас мы сталкиваемся с одной из самых серьезных проблем, которая состоит в том, как мы понимаем наше общество, как мы его переосмыслим под огромным давлением в такие проблемы, как продовольственная безопасность, недостаток продовольствия. Так что сейчас инновации и науки, креативное мышление, разнообразные виды мышления чрезвычайно важны. Мне хотелось бы начать с одной концепции, которая уже упоминалась, которую упомянула Ирина. Это экологическая устойчивость, заложенная в городское планирование. Пожалуйста, следующий слайд. Что-то здесь не работает, кажется. Итак, когда мы сейчас смотрим на городское население, вот перед вами график, оно очень быстро растет. К 2050 году 80% людей будут жить в городах, но проблема не только в этом. Проблема в соотношении между городским и сельским населением. Она станет все более и более проблематичным, потому что людей живет все меньше в сельской местности. Итак, производство продовольствия и поддержание продовольственных услуг и поставок продовольствия становятся проблематичными в больших городских агломерациях. Следующий слайд, пожалуйста. Когда мы превращаем сельскую местность в городскую местность, мы теряем такие услуги, как производство продовольствия или регуляция, то есть очищение воздуха, очищение воды, то есть то, что делают растения и леса. Мы меняем культурный ландшафт, мы меняем свое восприятие городов, и это есть контраст между нашим наследием и нашим будущим. Что ж, сейчас настало время, когда мы должны придерживаться холистического, то есть целостного подхода, объединяющего различные услуги и сервисы, которые необходимо сохранить на высоком уровне в интересах здоровья наших горожан. Это и дороги, и здравоохранение, и вообще инфраструктура в целом. В Европейском Союзе есть директива по инфраструктуре, очень важная, она была недавно принята. То есть там речь идет об устойчивой, экономически выгодной, экономически устойчивой инфраструктуре. И мне бы хотелось упомянуть два момента. Следующий слайд, пожалуйста. Первое, это то, лес и растения в городской местности, их влияние. Вот было очень интересное исследование в Риме, которое проводилось. Как вам известно, города больше всего выбрасывают парниковых газов, 70% всех выбросов приходится на городские зоны. Так что необходима какая-то рециркуляция СО2. И один из сервисов, собственно, как вы можете здесь видеть, от 664 до почти 1000 тонн СО2 на гектар могут потребляться, поглощаться и перерабатываться зелеными насаждениями. И если перевести это в эквивалент углеводородов, то здесь мы видим, что примерно от 3320 до 5000 евро в год на одном гектаре можно экономить или зарабатывать по-своему. Так что вы видите, здесь экономическое значение такой технологии. Следующий слайд, пожалуйста. Это водные ресурсы. Сейчас есть много научной литературы, которая показывает преимущество устойчивой инфраструктуры, экологичной инфраструктуры. Итак, сейчас необходимо сокращать риски наводнений часто. И, собственно, фильтрация, инфильтрация в почву – это тоже большой вызов. Есть еще одно из сервисов, который позволяет решать эту проблему. Ну и, наконец, сейчас есть умные технологии. Мне хотелось бы указать на одну из них, дать пример. А именно, как ввести мониторинг состояния деревьев в городских зонах, насколько эти деревья здоровы, функциональны, насколько по ним проходит вода. Так что, действительно, это технология, разработанная в моей лаборатории. В основе лежит интернет вещей, дешевая, очень умная технология, которая проводит мониторинг состояния дерева, состояния листвы, кроны, корней и показывает всю необходимую информацию для того, чтобы этими деревьями управлять и содержать их в хорошем состоянии. И, вот, наконец, мне кажется, еще весьма важно думать о фермерстве в городских местностях, о городском фермерстве. Об этом нужно думать с точки зрения продовольственной безопасности. И вот в Москве есть небольшая компания, которая находится в городе, и они хотят приспособить свое молочное производство к городским условиям. Мне кажется, я знаю, что соответствующие планы уже сейчас разрабатываются о внедрении фермерства в городские условия. Это слайд, посвященный устройству, о котором я говорил только что, которое на деревья крепится. Так, извините, что я перескакиваю назад. Это устройство тоже важно для безопасности. Это гироскоп, который отслеживает устойчивость дерева, и если дерево готово вот-вот упасть, то это устройство, которое тоже, кстати, очень дешевое, стоит около 50 долларов, и их можно на тысячи деревьев установить. Так вот, оно сообщит системе заранее, чтобы никто не пострадал при падении дерева. И здесь мы можем действительно встраивать подобного рода технологии в нашу инфраструктуру. Большое вам спасибо. Да. И можете информацию найти на сайте. И вот Nature Tokers – это такая компания, которая занимается, собственно, этими устройствами. Так что, да, большое спасибо за внимание. Надеюсь, мне удалось объяснить суть. Спасибо большое, доктор Валентине, за ваше очень интересное выступление. На самом деле, в своем выступлении, хоть и кратко, но вы обозначили основные проблемы, основные направления глобального развития городов и отразили даже те проблемные точки, которые стоят на современном этапе городского развития. Хотелось бы, конечно, услышать позицию наших экспертов, и в частности, эксперта аналитического центра при правительстве Российской Федерации Евгения Геннадьевича Гошо. Как вы рассматриваете вопросы обеспечения устойчивого развития городов и какие приоритеты вы выдвигаете, в первую очередь, в сфере энергоэффективности? Пожалуйста, Евгений Геннадьевич. Спасибо. Иногда, когда мы смотрим на свой город и живем в нем долго, нам кажется, что он шумный, грязный, нам трудно сравнивать его с другими городами. Мы жили в нем в шестом году, мы пережили блэкаут метро, тяжелую зиму, потом тяжелое лето десятого года. И вот прошли еще годы, и каковы все-таки эти изменения, насколько их можно было бы технически пощупать? Вот оценить в цифрах. Если поставят мою презентацию, мы на это посмотрим. Мы обещали в том году у госпожи Джулии Лопес, которая приезжала и рассказывала нам о том, что делают города в С-40, мы обещали, что мы скажем, что же делает Москва. Будьте любезны, листните, пожалуйста, картинку следующую. И лучше всего это видно на цифрах энергопотребления. С такой страной, как Бельгия, в целом топливо в два раза больше. Поэтому говорить, что Москва потребляет слишком много энергии не приходится. Тем не менее, говоря о том, что произошло, будьте любезны, следующую картинку. За это время мы должны как бы попытаться сравнить Москву с другими городами. И это сравнение, чтобы оно было зримо и ощутимо, вот давайте на следующей картинке посмотрим. Здесь по одной оси на следующей картинке, которая сейчас появится, несомненно, на экране. Будьте добры. Здесь по оси горизонтальной отложена интенсивность, соответственно, зимы. Это градусы сутки называют это инженеры. А по вертикальной оси отложена численность населения. Мы видим, что Москва, занимая гигантский квадрат, который занимает весь слайд, вбирает в себя все холодные европейские столицы, скандинавские, плюс семь крупнейших холодных городов Канады. И еще остается место для Берлина. То есть Москва по сути своей, она по энергетике включает в себя все эти города вместе. Какова же эффективность этого города? Если мы говорим, будьте добры, следующий слайд, что замечательные ТЭЦ Москвы, которые иногда пугают нас большим количеством водяного пара из своих градирин, они для нас являются элементом такого сложного техногенного пейзажа. Но это устройство, которое, в отличие от других крупных городов, находящихся в более теплых условиях, экономит 30% топлива. 27-30% топлива. Если мы вспомним предыдущий слайд, то мы увидим, что это означает, что 27-30% населения Москвы живет в безуглеродном городе. Это означает, что все, практически 30%, а это одновременно и Копенгаген, и Стокгольм, и Хельсинки, и Москва, вот ровно на 3 миллиона человек, это безуглеродный город. Это тот самый элемент, о котором мы вполне можем говорить. Особенностью Москвы является еще очень тесная вязка теплового электрического графика. Как только у нас немножко холодает, кроме того, что работает отопление, еще тянет за собой электрическую мощность. И, пожалуй, что город становится впервые, для города становится электрическая мощность достаточно ощутимой. Мы, кроме 6-го года, очень хорошо помним лето 10-го года, которое потребовало гигантского роста мощностей электрических, потому что было очень жарко. И все-таки, тем не менее, анализируя общую совокупную эффективность города, будьте добры, в следующую картинку, можно сказать, что за эти 8-10 лет произошло невероятное. И говоря о том, что энергосбережение должно было происходить и на источниках. Действительно, мы меняли энергоисточники, заменяли на более эффективные генераторы. Проходили замена тепловых сетей и электрических сетей. Как мы с вами знаем, большое количество капитальных ремонтов и просто различная реконструкция проходила в зданиях. Так вот, все эти эффекты, все эти маленькие, казалось бы, кусочки, маленькие видоизменения, модернизации привели к колоссальному эффекту. И он даже больше, чем мы предполагали 10 лет назад, закладывая его в программу энергосбережения. Будьте добры, в следующую картинку. Говоря о том, что расход топлива в Москве, вот здесь видно, должен не сильно уменьшиться. Выбросы вредных веществ снизились практически на 70-75%. Потребление воды в городе упало в 1,9 раза. И город не остановился, город не вырос. Город хорошеет изо дня в день. И мы видим, что эти изменения стали необратимыми. И будьте добры, в следующую картину. С уважаемыми коллегами поделиться своей методикой целостного развития. И, соответственно, Рикардо говорил здесь о холистическом подходе. И вот этот целостный подход к Москве, который выводит нас на единые удельные показатели, это и есть холистический подход. И мы достигли в этом направлении достаточно больших результатов. Соответственно, движемся дальше. И вот, говоря о том, каков вклад различных способов реализации этого целостного подхода, они заключаются, опять-таки, и они заключаются в том, что мы модернизируем и энергосистему, и сети, и здания. И самое главное, мы обращаемся к людям. Мы говорим о том, что энергосбережение – это важно, это популярно, это целесообразно, это модно, и это тренд. И, действительно, это тоже меняется. И последнее, что бы я хотел сказать. Говоря об устойчивом развитии, мы можем говорить на научных конференциях. Мы обменяемся с серьезными научными результатами. Мы рассказываем друг другу о том, что происходит в городах, и мы, люди, в это верим, мы вкладываем в это свою душу. Но вот этим товарищам, им не расскажешь об устойчивом развитии, но они возвращаются в город. Они приходят, бобры появились, пескари начали осваивать реки, это говорит о том, что вода чистая. Белки ведут себя совершенно наглым образом в наших парках и отбирают у кошек последнюю еду. И я это видел своими глазами. И они появляются не только в парках, они уже заходят во дворы. И звери лучше всего знают, что такое устойчивое развитие городов. Потому что, ну, ему же не скажешь, что это так или не так. И это важный показатель. И мы хотели бы, чтобы, как бы, численность, биоразнообразие фауны и флоры, которые являются в городах, явилась, ну, важным символом того, что это происходит. Вот Джулия улыбается, она сейчас, наверное, расскажет нам об этом. Но я хотел бы сказать, уважаемые коллеги, вот профессор Териченко, ректор, президент строительного института, и строительный институт находится на границе Лосиного острова. Валерий Иванович, у вас же общежитие стоит практически, да, в лёд. Студенты смотрят Лосиный остров, они же знают, как там здорово быть ближе к природе. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Геннадьевич, за такое содержательное выступление, что вы вспомнили наших животных, которые возвращаются в город, это здорово. Евгений Геннадьевич оценил те риски, которые у нас могут возникнуть в системе городского хозяйства в связи с климатическими изменениями. Это понятно. Через несколько минут в зале приеду в Москву начнётся пленарная сессия о комбинации как глобальной проблемческой высоты. Рикардо тоже на это обратил внимание, на что такое. То есть, конечно, со звуком недоработанного. И Рикардо тоже на этом заострил внимание. Я всё-таки, вот, нам на самом деле в Москве за 7 лет удалось достичь, в том числе и с точки зрения устойчивого развития определённых показателей, но мы их в основном достигали, конечно, ну, теми, скажем так, решениями, которые уже были где-то использованы в других мегаполисах мира, спасибо за это, С-40, они нам постоянно эту информацию предоставляют, и мы смогли сделать прорыв, в том числе улучшили качество атмосферного воздуха, водных объектов, но мы чётко понимаем, что у традиционных мер есть, ну, скажем так, конечность, да, они закончатся когда-то, потому что парк автомобилей всё равно возрастает, население растёт, нагрузка на окружающую среду тоже возрастает. Вот в этом смысле применение технологий, конечно, это спасение, это будущее, если мы в экологии, в устойчивом развитии не будем применять технологии, мы в любом случае в своём развитии остановимся и дальше, скажем так, пойдём вниз, хотя пока идём вверх. Ну, в Москве повезло, потому что у нас на самом деле такое развитие города, что мы пока ещё традиционными методами можем улучшить состояние атмосферы, водных объектов, зелёных насаждений, это на самом деле так. Поэтому я бы хотел предоставить слово своей, наверное, ближайшему нашему соратнику, Джулии Лопес-Вентура, которая познакомит нас с ключевыми проблемами мегаполисов, которые входят непосредственно в ассоциацию С-40, ну и какие технологии, какие решения эти мегаполисы применяют в тех или иных случаях. Да, большое спасибо. Я думаю, что вот эта вот энергичная презентация, что тут ещё можно добавить? Вы уже объяснили, что я европейский региональный директор, отвечающий за сеть городов, которые борются с климатическими изменениями. У меня не будет слайдов, говорю без слайдов. И вот эта вот сеть мегагородов, которые определение ООН, это такая агломерация городов-миллионников и более. Почему мы работаем вот в этой программе агломерации? Потому что наша сеть имеет цель, мы хотим бороться с последствиями климатических изменений, и как можно предотвращать последствия. Вот то, что здесь мы думаем, какие ещё есть резервы. И вот эти вот данные, которые мы сегодня услышали сегодня, и меня также попросили поговорить о больших городах. Я очень рад, что в начале нашей панели господин Казак уже сегодня говорил на открытии форума об этом, и то, что мы сейчас уже обнаружили, какие есть достижения. Но, кстати, Москва один из 19 городов, которые входят в вот эту сеть европейскую, и поэтому мы работаем вместе с московскими коллегами уже несколько лет. Возвращаясь к вот этой теме, вопросу, к чему меня попросили модераторы и со-модераторы, основная проблема, с которой мы работаем сейчас, это растущее население, оно растёт во всех городах. Вот уже коллеги показали это на слайдах. И заместитель министра Казак, и, конечно же, ресурсов не прибавляется при этом. И, естественно, нужно как-то справляться с наплывом населения, нужно увеличивать инфраструктуру сервиса, а ресурсов не хватает. Вот такая проблема мегагородов. И вторая проблема, которую мы считаем очень важной во многих городах, это нужно работать по инклюзивной климатической схеме. В начале уже говорили об этом. Наверное, вы слышали уже, что где-то 1% имеет больше благосостояния населения, чем все остальные. Это, конечно, поразительные цифры. Но здесь отчёт показывает, что 62 человека, между прочим, 53 из этих мужчины владеют тем, что принадлежит другой половине мира. Это поразительно, конечно, население. И вот мэры городов, мы побуждаем их, призываем, вообще многих мэров других городов продолжать или как. И вот эти вот города должны работать вместе, чтобы любые действия для всех граждан. И, естественно, вот эти вот ресурсы должны распределяться более по прозрачной схеме, справедливо. И это приведёт к оздоровлению населения нового поколения, естественно, когда всё будет честно распределяться. И другая проблема наших городов – это потребность. Города должны адаптироваться, приспосабливаться к климатическим изменениям, бороться как-то с последствиями и адаптироваться. Ещё раз подчеркну, я очень рад, что доктор Васильев показал вот эти вот слайды, что вот какая разница, как меняется окружающая среда после того, как в сельскую местность приходит город. 70% вот этих 90-мегагородов сейчас испытывают новые изменения климатические, поднимается уровень воды, уровень моря в прибрежных городах. Мы говорим о наводнениях, мы говорим о каких-то других стихийных бедствиях, что происходит. Наталья Валентиновна показывала на своих слайдах. И вот сейчас города пытаются как-то бороться с этим, в том числе проблема большого выхлопных газов. Вот анализ трех больших проблем, которые мы сейчас обозначили. И я могу говорить об этом вечно, в принципе, о рецептах, как это решить и что мы делаем. Но я остановлюсь и заключу. Приглашу присоединяться к нашей программе. И у нас будет ещё одна презентация в другом зале в три часа. И вот мой коллега, мы будем говорить о конечный крайний срок 2020 года. Что это такое? Это программа, которая посвящена, я бы сказала, мы будем работать с нашими городами-партнёрами, чтобы в ближайшие четыре года все эти города, и также, может, новые города всего мира и России подключаться к нашему соглашению. За хорошее выступление, за поддержку. Хочу всем напомнить, что Москва единственная в России, которая непосредственно является членом партнёрства С-40. Поэтому мы приглашаем и другие города Российской Федерации тоже присоединяться к нашему опыту. Это, на самом деле, очень полезно, продуктивно. Мы в режиме реального времени получаем решение тех или иных адаптационных проблем по городскому хозяйству, по транспортной инфраструктуре, по другим аспектам, непосредственно, скажем так, из первых уст, из других городов, из Лондона, из Парижа, из Нью-Йорка, из Пекина. Это, на самом деле, очень важно. Представляю слово Ирине. Да, я тоже хотела выразить большую благодарность Джулии за её выступление. Она очень лаконично изложила основные идеи энергоэффективности, потребления энергии в крупных городах. И, на самом деле, это очень важно для Москвы в этом году, потому что в этом году у нас год климатических изменений. И я считаю, что это хорошая преамбула для тех мероприятий, которые будут проводиться в Москве, Департаментом природопользования и охраны окружающей среды, и мы приглашаем вас на все эти мероприятия. Но сейчас, уважаемые коллеги, хотелось бы попросить со-руководителя и ведущего научного сотрудника организации Resilient Organization Эрику Сивилью. Мы просим вас поделиться вашим опытом, как вы определяете критические точки в развитии городов, как вы определяете те моменты, когда превышаются пороговые значения, и как это влияет на траекторию развития экосистем. Вы занимались разработкой очень многих показателей динамических характеристик устойчивого развития, и поэтому эта проблема крайне актуальна для России и для Москвы в первую очередь. Поэтому ваш опыт очень ценен для вас, и поэтому поделитесь кратко вашими основными достижениями, пожалуйста. Большое спасибо. Мне бы хотелось поговорить о том, как мы говорим об экосистемах в нашей организации. Когда мы задумываемся о экономике, там есть различные игроки, частные, государственные, некоммерческие организации. Все эти организации сотрудничают вместе, они соревнуются друг с другом, конкурируют. Если вы думаете о цепочке поставок, например, в продовольствии, это тоже некого своего рода экосистема. И одна из причин, по которой мы приняли этот подход экосистем к экономике современных городов, состоит в том, что действительно на города сейчас сложится огромная нагрузка. И часто в обычные времена все иначе. А сейчас экономика меняется. Мы говорим, в первую очередь, об устойчивости, о сопротивляемости, что здесь имеется в виду. Вот, посмотрите, я скажу несколько слов об опыте Новой Зеландии. И, как мы понимаем, собственно, вот это понятие, это способность пережить кризис, но недостаточно выжить, чтобы быть устойчивым. Устойчивость также подразумевает способность процветать в непредсказуемом меняющемся мире. И вот эта непредсказуемость, нестабильность, она часто замедляет развитие. Но устойчивость – это как раз стратегическое качество, необходимое для наших организаций, для наших институций. Я хочу вам показать пример того, как подход, основанный на экосистемах, помогает нам понять современную городскую экономику. Это фотография города Веллингтон в Новой Зеландии, это столица. И вот эта красная линия, которая проходит через центра города, это пороговая линия, если эта линия будет пересечена... А, собственно, произошло... Речь идет о землетрясении. Если будет сильное землетрясение, Веллингтон уже никогда не будет прежним. Что я имею в виду? Вот этот уровень подрыва инфраструктуры, структуры может оказаться критическим, то есть будут пересечены пороги, пороговые значения экосистемы, и город может не оправиться от этого. Экосистема может часто впитать эту нагрузку и пережить ее, но если некоторые районы города останутся без воды на срок до трех месяцев, какие-то районы останутся изолированы от других. Что же мы делаем? Мы воспринимаем городскую экономику как экосистему и пытаемся понять, каковы эти пороговые значения, которые могут преобразить, преобразить или наоборот преобразить Веллингтон. Где разница между тем, когда город справится или не справится с землетрясением? И мы пытаемся разобраться в том, что нужно людям, что нужно людям, чтобы после серьезного землетрясения они смогли оставаться в регионе, могли оставаться в городе. Речь идет не только о домах, о питьевой воде, речь идет о школах, о городских услугах, об их быстром восстановлении и введении обратно в функционирование. Мы также задумываемся о том, что нужно бизнесу, чтобы они остались в регионе. Знаете, после такого землетрясения бизнес может восстанавливаться десятилетиями, и одно из пороговых значений как раз переведет к тому, что бизнес просто уезжает, бежит из региона. Итак, с точки зрения экосистемы, мы поняли, что есть жизненно важные виды в городской экосистеме, причем с точки зрения экономики. Эти ключевые жизненно важные виды это те виды, чье присутствие серьезно влияет на структуру самой экосистемы. Если эти виды исчезают, то вся остальная экосистема может обрушиться. Для Веллингтона вот этот ключевой жизненно важный вид, который мы нашли, это наше правительство, наше центральное правительство. Веллингтон – это столица, там находится много государственных учреждений, государственных служащих, но суть не только в этом, это не единственная роль правительства в экосистеме. Если правительство решит перенести столицу временно или постоянно из Веллингтона после вот этого землетрясения, воображаемого, о котором мы говорим, то бизнес тоже уйдет вслед за правительством. Например, юридические фирмы, какие-то профессиональные услуги, IT-компании, они все уедут из Веллингтона вслед за правительством. И, следовательно, необходимо задумываться о том, как удерживать правительство в Веллингтоне после землетрясения, что сделать, чтобы они не уехали, что нужно сделать, чтобы поддерживать экономику в жизнеспособном состоянии. Итак, следующий слайд. Нужно думать об устойчивости организаций внутри нашей экономики. И мы посмотрели на определенные характеристики, которые как раз и позволяют быть гибкими и адаптивными. Речь идет о лидерстве и культуре. Сети взаимоотношений внутри организаций, насколько они надежны в неблагоприятной обстановке. Потом стратегическая позиция. В Новой Зеландии есть сейчас правительственные организации и, в принципе, в частном секторе. Многие организации как раз намеренно проводят мероприятия по повышению устойчивости. Это их такая цель. И сейчас ведется большая компания. Итак, что мы можем сказать о Москве? Что для вас может быть актуально? Ключевой вопрос. Кто или что в Москве представляет собой эти ключевые жизненно важные виды? Вы знаете, кто эти люди или кто эти виды? И когда вы определите, кто они, насколько они устойчивы, насколько они в какой-то неблагоприятной ситуации окажутся работоспособны. И надо подумать о пороговых значениях для Москвы, после которых, за пределами которых Москва уже может не оправиться от какого-то несчастья. И важно знать, собственно, и какие это параметры, какие это пороги, потому что часто мы меряем не то, мы считаем не то. Можно на самом деле стоять буквально на краю обрыва и этого не знать. Так что, задумываясь о Москве и об экономике Москвы как экосистеме, нужно понимать, собственно, динамику, нужно понимать, как живет эта экосистема, чтобы ей эффективно управлять. Вот с этой точки зрения. Большое спасибо. Большое спасибо. Я в этом году, наконец-то, отважился, посетил вашу страну. Очень, на самом деле, мне понравился. Ну и хочу сказать, до сих пор под последием нахожусь. Есть чему поучиться. В Москве, в Новозеландских городах, это на самом деле так. Мы уже начали применять экосистемный подход, насколько это возможно, и находимся. Сейчас нам направление задали, мне кажется, что мы в правильном направлении движемся. У нас есть красная книга, наверное, не во всех мегаполисах это присутствует. 480 растений, животных, птиц, насекомых мы охраняем. Это тоже для нас, скажем так, определенные индикаторы. Мы смотрим, наблюдаем, улучшается популяция, ухудшается. То есть в этом смысле у нас, конечно, работа ведется, но не везде экосистемный подход пока еще возможен в нашем городе. Поэтому мы, конечно, будем к этому стремиться. Самое главное, наверное, все-таки, мы уже об этом говорили, это все-таки экономика, зеленая экономика, зеленая технология. Сейчас зачитаю регалии нашего следующего спикера. Просто не могу все это, скажем так, по памяти воспроизвести. Президент Национального исследовательского Московского государственного строительного университета, депутат Московской городской думы, заслуженный деятель науки Российской Федерации, первый вице-президент Российской Академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российского Союза строителей, доктор технических наук, профессор Валерий Иванович Телеченко. Он нас познакомит с отечественным опытом развития зеленых технологий, где они применяются, где им место в будущем. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я действительно хотел немножко так вот коснуться вот этой темы, которую мы все чаще и чаще слышим. Это слово «зеленое». Вкладываем в это разный смысл, дискутируем. Некоторые говорят, что это некое лукавство, другие говорят, что это вообще основополагающие, так сказать, вещи. Но действительно я могу сразу сказать, что в настоящее время сложившиеся понятия, терминов, понимания этого слова пока еще нет. Так что возможность дискутировать и предлагать что-то, она, в общем-то, пока очень и очень широкая. Но я хотел бы все-таки заострить свое внимание не вообще на этом слове «зеленое», а на том, что это слово, когда оно прилагается к технологиям. Само понимание «зеленое» означает одним из важнейших элементов концепции устойчивого развития. То есть это устойчивое развитие среды жизнедеятельности человека или городской среды. Вообще само понимание среда жизнедеятельности тоже пока не сложилось. Если вы посмотрите, там, энциклопедии, какие-то справочники, то или это очень такие схематичные вещи, или еще вообще отсутствуют. Поэтому вот это понимание среды жизнедеятельности, а зеленой среды жизнедеятельности очень и очень важно. И вообще в основу вот этого очень часто закладывается утверждение, что строительная деятельность играет очень большое значение в создании вот этой среды жизнедеятельности. Например, я могу сказать, что стратегия инновационного развития Министерства строительства Российской Федерации главной целью этой стратегии является не строительство жилой площади квадратных метров или производство строительных материалов, а является создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности. Это задача Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Неплохо сказано. Я считаю, что проникновение вот таких вещей в официальные документы, в документы, которые определяют развитие, это очень и очень важно. И вот эта стратегия, она полностью соответствует европейской стратегии, которая определяется европейской технологической платформой, где ставятся очень серьезные задачи. Я буквально скажу несколько, приведу, чтобы к 2030 году добиться снижения на 30% энергоемкости, на 40% снизить отходы строительной индустрии и новые строительные материалы создавать на основе безотходности. Вот такие вот цели, они полностью соответствуют вот этим зеленым направлениям, зеленым технологиям. Вообще, как оценить? Как оценить? Многие спрашивают, а как определить, что это технология или это продукция зеленая? Просто на визуально это не определить. Поэтому нужны критерии, нужны параметры, которые бы говорили, да, вот эта технология, можно ее считать зеленой. И мы предлагаем следующие такие показатели. Первое – это энергоэффективность. Не энергосбережение, а энергоэффективность – это, значит, правильное расходование энергии. Энергия сегодня – это самый главный ресурс человечества. Второе – это безопасность. Безопасность той среды жизнедеятельности, в которой вот как раз и происходит эта жизнедеятельность. Как внешней среды, так и внутренней среды, потому что значительную часть времени человек проводит в своем жилище, на работе. И вот внутренняя среда, она должна быть обеспечена, она должна быть безопасной, так же, как и внешняя. Следующее понимание – это комфорт. Человечество, любой человек будет стремиться к комфорту, потому что это его психологическое состояние. И любая помеха этому, конечно же, вредит человеку. Поэтому все, что мы можем отнести к зеленым технологиям, там должно быть обязательно понимание комфорта. И, наконец, четвертая позиция – это отходы. Это то, что сегодня, наверное, на втором месте стоит, то, что заботит человечество, то, что заботит Россию, то, что заботит Москву. Мы должны сделать все, чтобы эти отходы сокращать их. Я уже привел этот пример, что только 1%, 99% должно перерабатываться. Это европейская, так сказать, опять же, вот эта платформа ставит такую задачу. И только 1% может захораниваться на полигонах. Это к вопросу Балашихинской свалки. Только 1%. А вообще, это показатель – это безотходность. Все технологии должны быть безотходными. Отходов нельзя производить. И вот если мы вот эти позиции сможем качественно или количество оценить, то мы можем дать и оценку вот этой современности этих технологий, их зелёности, если хотите. Хотя зелёное – это очень упрощённое, я бы сказал, даже романтическое название. Вообще, зелёное – это стратегия. Это то, к чему стремится на этом этапе современная человеческая мысль. Поэтому, чтобы вот эти установить критерии, эти параметры, эти индикаторы, то, конечно, нужны очень серьёзные документы. Я могу вам сказать, что в прошлом году в системе Росстандарта был создан технический комитет 366, который называется «Зелёные технологии среды жизнедеятельности и зелёная инновационная продукция». Мы создали его совместно, наш университет и корпорация «Роснано». В настоящее время, вот мы первый год работаем, и мы сейчас сосредоточили свои усилия на разработке терминологии, понятий, терминов, так сказать, всех вот этих позиций, которые бы позволили бы говорить на одном языке специалистам и, конечно же, всем, чтобы эти идеи всё больше и более проникали в серьёзные документы, в общество, в средства массовой информации и так далее, и так далее. Я... Те документы, которые будут вырабатываться, они будут себе представлены на общественном обсуждении, и мы надеемся, что совместное творчество, оно позволит сформировать нашу национальную систему зелёных... зелёные парадигмы. Спасибо. Спасибо большое, Валерий Иванович. Вы подняли действительно очень острую тему о зелёных стандартах экономики, и вы обозначили очень ясно горизонты, которые стоят перед нашим обществом и перед нашим научным сообществом выработки этих стандартов. Но я хочу сказать, что в департаменте природопользования правительства Москвы уже проводится большая работа по созданию очень чётких KPI, показателей оценки эффективности, которые имеют очень грамотные количественные параметры. Уважаемые коллеги, а сейчас я бы хотела... Привоставить слово... Сейчас я бы хотела предоставить слово Полу Сидерману, который основателю и генеральному директору дизайн Гонг-Конг, чтобы он поделился с нами своим опытом в этой сфере. Спасибо. Я не похож на китайца, хотя по происхождению китайца я из Гонконга, я политик, и я пытаюсь как-то изменить, улучшить ситуацию в Гонконге. Я привёз какие-то рекомендации для Москвы также и о том, как можно сделать город, вообще любой город более устойчивым. Но у нас нет таких вот бутылок, и мы обычно используем одни и те же ёмкости, заполняем снова бутылки, мы не выбрасываем. И затем KFC, Макдональдс, вот эти все упаковки, от этого нужно отказываться. Вот национальная еда в России тоже прекрасная. И, конечно же, люди должны выключать двигатели, когда они паркуются. Даже вот мы видим прекрасную погоду, зачем портить воздух? Вот такие вот рекомендации. Я думаю, с этого нужно начать, что поможет вам сделать ваш город более устойчивым. Но, если говорить серьёзно, основной момент, связанный с энергоэффективностью, если я мог бы сейчас показать следующий слайд, вот ключевые моменты, когда мы говорим об эффективном использовании, рациональном использовании земли, это когда мы хотим сберечь нашу землю, наш капитал, наше богатство. В России, конечно же, не проблема. У вас 70 миллионов квадратных километров земли, для вас это не проблема, но в Москве у вас где-то 2500 квадратных километров, вся территория Гонконга, 55 тысяч – это вода, и только 24% мы используем для инфраструктуры, дорог, сооружений. То есть, такой вот степень эффективности использования земли. Следующий слайд, пожалуйста. Очень хорошо, что вот эта вот конвенция, посвящённая целям 2020 года, мы хотим сократить скорость потери нашей территории и ключевых особей, проживающих на этой территории. Мы, конечно же, мы должны... Мы видим, что растёт плотность населения, но нужно также и бороться с плотностью животного мира. Наш город контрастов двух крайностей. Вот здесь у нас вот такие вот красивые ландшафты, большая часть города. Вот такие вот деревушки старые, в том числе. И вот такие вот пляжи. 20-15 минут буквально от центра города, и вы уже на пляже. Вот такая вот топография, такие крутые склоны, горы, немножечко долин зелёных. И вот здесь вот мы видим то, что подкрыто красным – это железобетонные сооружения, дороги. И затем мы видим зелёные зоны. Ну, это означает, что, конечно же, у нас большая плотность населения, где-то 150 человек на километр. Но, тем не менее, всё нормально. Почему происходит с 8 до 6 часов? У меня 8 встреч, потому что я очень быстро могу перейти из одной комнаты и перебраться из другого офиса в другой офис очень быстро. И за день 8 встреч. Вот в Москве такого пока нельзя сделать быстро. И вот ещё одна иллюстрация того, как сочетается природа. Вот с птичьего полёта мы видим, какова плотность застройки и проживания. Следующий слайд. И также означает, что у нас очень мало автомобилей. И в Москве очень много. Экономика, конечно же, улучшается, но вот в нашем городе и в вашем городе тоже нет очень много условий для автомобилей. Здесь нужно подумать о том, как избавиться от автомобилей, как вытеснить их отсюда. Для города это вредно сейчас, большое количество автомобилей. Следующий слайд. У нас не очень много автомобилей, автомобильных дорог, но вот мы видим, что у нас очень много общественного транспорта. Вот такие вот пробки происходят, потому что очень короткие дороги, очень длинные автобусы и очень много мини-автобусов такси. Но, несмотря на это, у нас растет показатель числа владельцев частных автомобилей Гонконг, часть Большой Дельты. Вы знаете историю Гонконга. Это вот принадлежало Великобритании, часть Китая. И сейчас мы сейчас находимся в районе Большой Дельты, 40 тысяч квадратных километров. И вот этот один город, который мы строим, для нас проблема какая? Как нам вытолкнуть машины из города? Как сделать их число меньше? И чтобы люди жили более счастливо? И машины не мешали. Вот у нас большой такой проект есть, посвященный этому. Так мы видим сейчас зеленые улицы, где можно спокойно ходить, красные полосы, это дороги с автомобильным движением. В отличие от Москвы, где люди под землей путешествуют, люди у нас над дорогами перемещаются. Здесь люди ходят второй уровень города, так сказать, верхний уровень города. И функциональность города очень повышается при этом в Гонконге. То есть мы удваиваем наши возможности, возможности для пешеходов. Вот мы видим примеры вот таких вот пешеходных переходов надземных. Вот такие пространства мы используем оптимально. Вот такие пространства, естественно, должны использоваться более эффективно у вас в городе. Следующий слайд, пожалуйста. И, наконец, вы видите... Да, последний слайд. То, что мы пытаемся сделать, это сохранить животный мир и растительный мир. Мы занимаемся рекультивацией земли. Очень сложный процесс, конечно. Политикам это не нравится совершенно. Конечно, очень много собственников. Это тоже проблема. Но самое главное, не использовать зеленые поля. Нужно использовать коричневые поля. И вот эта вот земля должна использоваться. Но не новая земля. Не использовать какие-то новые неосвоенные земли для этого. Вот все, собственно. Большое спасибо. Уважаемый Пол, за ваш интересный доклад. На самом деле мы тоже изучали опыт Гонконга. У нас тоже сейчас сокращается жизненное пространство для автомобилей. Это можно увидеть невооруженным глазом. Все москвичи это чувствуют, в том числе автолюбители. Но, тем не менее, это нужно делать. Вы совершенно правы. В этом смысле мы тоже посещали Гонконг. Восхищаемся красотой вашего города, подходами, в том числе сфере устойчивого развития, которые там применяются. И что-то, в том числе, какой-то опыт мы уже в Москве начали применять. Поэтому еще раз большое спасибо. Коллеги, вот на этой, наверное, ноте мы заканчиваем нашу сессию. У нас все очень динамично. Форум проходит в течение двух дней. Поэтому много круглых столов. Сейчас анонсирую здесь. Через 15 минут будет эпоха глонерации взгляд девелопера. Тоже все желающие могут остаться. Но я вас приглашаю на следующую, скажем так, дискуссию, которая будет в 15 часов в зале Москва. Это желание быть или казаться. Если мы здесь говорили об устойчивом развитии, то мы будем говорить об экологии мегаполисов. Тема созвучная. И, в принципе, экология, наверное, и устойчивое развитие – это синонимы практически уже сейчас стали, потому что экологическая сфера, она проникает во все сферы городской жизни, так же, как и устойчивое развитие, касается всего-всего и всего. Везде нам нужно достигать равновесия, везде нам нужно достигать устойчивость. Поэтому большое спасибо всем спикерам. Давайте в 15 часов тогда перейдем в зал Москва и там продолжим наш диалог. Большое спасибо. Ну, наверное, отдельно все-таки нашей гости из Новой Зеландии, что она нашла вся смелость и долетела до нас. То, что я вот слетал туда-обратно, мне на самом деле это не совсем было комфортно. Спасибо.